Что мне шея? Пойду я на молотки. Или Леди Иван. Приходят с работы, ей муж говорит, дорогая, что мне шея? За компьютером яrum? Хрят с молотком по голове бью. Не, я слабо бью. Ждите на лайтерю, тебя бокеном стук. Вылечит. Слушай, а у меня же есть бокен. Он метр длиной. Вот такой длинный. У меня есть дубовый один и есть с ясеня. А чем длиннее, тем же рычаг больше, еще плюс бьется всем корпусом. Может нам их заткнуть за пояс, что там их вот эти молоточки вот такие. Я же снимал видео с бакеном, но это ерунда. Он весит тут сколько, ну грамм, 200, а бакен у меня больше килограмма весит. И рычаг плюс, физика, ну Саня, ты же физику хорошо знаешь. То есть если это 30 сантиметров, а то бакен метр 0,2, 120 сантиметра. Нестабильность сразу лечит, в один удар. И мозги вправляет, сразу же. Ребят, к чему мы это говорим? Только что мой друг, врач-невролог Сочи, выложил пост в инстаграме. К ним поступило в отделение, в неврологию, на скорой, с острой болями, с жалобами в шейном отделе, на боль. И полный паралич рук женщины, которая сходила вот к остоправу, который там в России, у них в Краснодарском крае настучал молотком по шее. Сделали КТ, эпидуральная гематома позвоночного канала, сильнейший отек распространился. Сопэпидуральное пространство, компрессия спинного мозга. От этого и паралич рук. Думайте головой своей. Никто вас насильно туда не толкает. Обращайтесь в больницы, дипломированным специалистом, в клиники, в частные. И почему вы не доверяете дипломированному врачу, а идете к остоправу без образования, и он начинает вас бить, и еще вы видите это на видео и соглашаетесь. Не знаю. Хоть завещание пишите, страхуйтесь. Все, у меня нет слов. Просто сегодня вообще я такой огорченый. Пока-пока. Продолжение следует.